Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Российское национально-сообразительное движение Субтитры сделал DimaTorzok Российское национально-сообразительное движение Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю, хорошее. Я Венедиктова Людмила Николаевна, заведующая детским садом номер один города Новозовска. Я очень благодарю вас за заказанную гуманитарную помощь нашему детскому саду в виде продуктов питания. От Ростовского областного совета НОД и лично его руководителю Александру Ростовскому. Благодарны тем людям, которые участвовали и принимали активную участие в сборе этой гуманитарной помощи. Мы хотим мира. Мы думаем, что при этой власти, которая у нас сейчас в городе, у нас все будет хорошо. По крайней мере, мы сейчас спокойны. Детки в детском саду накормлены, сыты. Это не первая гуманитарная помощь, которую оказывают. Вы же тоже приезжали, по-моему, раньше. Дима говорил, что привозил тоже от организации. Да, да, да. Мы приезжали в медикаментах, привозили много сюда. Поэтому у нас сейчас дети ходят почти 80-90%. Родители очень довольны за гуманитарную помощь. И они не оплачиваются, это гуманитарная помощь. Естественно, она не может оплачиваться. За это считаю важна. Вот пока стабилизация, до вот этого, ближайшей стабилизации, которая у нас будет в городе, я думаю, протянем еще до Нового года. А вам я хочу, в вашей организации, пожелать лично руководителя здоровья. Спасибо вам за помощь. Я думаю, что мы не первый раз встречаться. Ну, мы сейчас с вами увидимся, мы еще приедем, привезем помощь. Вот нашему детскому саду в этом году 50 лет. Дети занимаются дополнительно, по программе, оздоровительными, дышат термолампами. Вот, ходят по КДП-дорожкам специально, пьют травяные чаи, для того, чтобы не болели. И так далее. Мы обязательно привезем вам помощь. Все, счастливо. Пока. Пока. До свидания. Пока-пока. Это видно сразу. Слава богу, сюда ничего не пролетало. Да, не, слава богу. Слава богу. Ну, у нас единственное, что не успели, мы окна пластиковые, прохладные, конечно, когда вот это морозы дают. Мы сами что смогли, вот это родители, спонсоры, 6-8 окон успели сами поставить. Ну, это вещи это там помощи. Олег Валерьевич перед этим обещал два окна лично. Ну, началось все такое, пока, ну, может, вы, ну, конечно, вот у нас инвентарь спортивный, у нас инструктор по физкультуре есть в садике, которые есть. У вас дети есть? Конечно, у меня есть инвентарь. И у вас никогда. Несмотря на войну, дети у нас есть. Дима, Саша молчит. У Саши нет. У Дима есть. У меня есть. Дима, мальчик, девочка. Девочка, Саша, полтора годика, да? Ну, мы скоро, скоро в Ясли, скоро пойдем. Привози к нам. У нас в Ясли. Да, здравствуй. Здрасьте. 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 Настоящих солдат. Здрасьте. Здрасьте. Только без оружия, с фотоаппаратом, смотрите. Тут у нас уже не ясенька, я внучку забрала только. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Киев, 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 Ала Васильевна. Будущие бойцы Нот Ростовской области. Тепло, да? Да, у вас тепло, да, хорошо. Все благодаря родителям. Вот это все, что у нас есть. Он кухня, уголок присаживает. А ну, как видите, дядя, чаем, кофе, уголок ряжения, парикмахерка, горца, домик. Ну, а все замечательно. Мы любим свою родину. Осталось мира нам только. Да, мира. Мира, чтобы был мир на земле. Будет, будет мир. Мы над этим работаем. Ну, и вам поможем, чем сможем, естественно. Спасибо. Давай, боец. Макар. Макар. Дай, дядя, ручку. Дай пять. Поздоровайся. Кто солдатам поздоровается? Кто не боится? Кто смелый? Кто, Полина, не боится? Да? Полин, ну за руку. Конечно. Вот, Полина смелая. Полина, молодец. Алина, я с тобой. Другую руку давай, другую. На мячик другую. Прошь, иди дай ручку, дядя. Иди дай, дядя. Прошь. Солдатам надо руку. Сильно прямо. Вот так. Молодец. Ну, все, тогда мы поедем. По дороге на Мариуполь. Из Новоазовска. Вот там, говорят, сейчас из градов Укра работает уже. Сейчас поедем, посмотрим, так ли это. Хотя, конечно, так. Мы поставили гуманитарную помощь в детском саду Новоазовске. Детский сад номер один. Детский сад номер один, да. Сейчас едем на передовую. Сейчас, наверное... Сегодня мы передали гуманитарную помощь в детский сад в городе Новоазовске. Детский сад номер один. Детский сад номер один города Новоазовска, да. Потом сегодня мы закрасили желто-блокитный символ по дороге из Мариуполя на Новоазовск. Что еще сегодня мы сделаем? Ну, наверное, сегодня мы еще кое-что сделаем. Но об этом не для камеры. Об этом не расскажем. Я хочу сказать всем слова благодарности, кто помогает нам. Наша группа ВКонтакте, Слава ДНВ. ВК.ком, Слава ДНВ. Антимайдан, отряды самообороны. Наша группа в Одноклассниках, Антимайдан за Евразийский союз. Одноклассники.ру, дробь за свободу. Александр Ростовский, меня зовут, ее администратор. Потом наша организация Донбасс-Помощь, достаточно известная уже на Донбассе. И, естественно, российский НОД, национально-освободительное движение. Ростовский областной штаб, которым я руковожу и который я представляю. Который оказывает помощь ополчению и гражданскому населению гуманитарной помощи. Помогаем, помогали и будем помогать. Будем возить сюда гуманитарную помощь, продукты, медикаменты, все, что сможем. Доброго вам вечера. Будто закончился этот сложный день. Сегодня было сделано довольно много работы. Развезли гуманитарную помощь. Не всю. Будет еще партия. Огромное благодарность выражаю. Дон Фишер, также Арсену, также всем, кто откликнулся на просьбу помощи Новороссии. Спасибо вам большое, ребят. Трудимся, работаем. Ваша помощь, наши руки, наши ноги. Все сделаем, все довезем людям. Всего доброго, до встречи. Какие штуки. Что бы мы не поехали. КОНЕЦ КОНЕЦ